Огромнейшая благодарность всем, кто к нам сегодня присоединяется. Это прямой сигнал из Церкви Христианской Веры, здесь, в городе Сакраменто, штат Калифорния. И громко сказано для нас, как и всегда, огромнейшая честь встретиться с вами сегодня в абсолютной убежденности и уверенности в том, что услышанное Слово, я молюсь, упадет на добрую почву ваших сердец и принесет огромнейший плод в Царстве Господа нашего Иисуса Христа. Особенная благодарность руководству телеканала «Импакт» за возможность прийти в ваши дома, здесь, на территории Соединенных Штатов Америки, если вы принимаете наш сигнал через спутник Galaxy 19 от западного побережья до восточного, от северной границы до южной границы, каждый воскресный день в 12.30 по Тихоокеанскому времени, в 3.30 по Восточному времени мы говорим добро пожаловать, также в ряде кабельных сетей нашей страны, если вы принимаете наш сигнал, где бы вы ни находились, мы приходим к вам со словами мира и благословения. Еще раз повторюсь, в надежде, что услышанное Слово принесет большой плод Царства и Господа Иисуса Христа, ну и также благодарность руководству телеканала TBN. Благодаря современным технологиям мы выходим не только за пределы этих стен, не только за пределы этих границ, границ нашей страны, но наш сигнал и в европейской части. 21.30 центральный европейский поезд, 22.30 киевское время, 23.30 московское время. В продолжении последующих получаса на своем экране вы будете видеть номер телефона, это номер голосовой почты. Если вы или кто-то, о ком вы знаете, нуждается в молитвенной поддержке, мы здесь, чтобы оказать ее. Почему? Потому что Библия говорит, носите бремена друг друга и таким образом вы исполните закон Христов. Если вы предпочитаете электронный формат, такая возможность в равной мере имеется. Наш базовый текст сегодня – это первая глава второго послания апостола Петра. Открывайте Библию вместе с нами. Второе послание апостола Петра мы только что уже прочитали в первом стихе, во втором стихе и в третьем стихе в большей части. Он говорит, что от божественной силы Его нам даровано, скажем еще раз, все. Все потребное для жизни и благочестия. Все, в чем мы нуждаемся для победоносной жизни, уже даровано нам. Все, в чем мы нуждаемся, уже даровано нам. Я не устану к этому возвращаться последующих полчаса. Все, в чем я, все, в чем ты, все, в чем мы с вами нуждаемся для этой жизни, уже послано нам через Иисуса Христа. Бог никогда не удерживал ничего, и Бог никогда ничего не будет удерживать. Все, что нам надо, Он уже сделал. Все, что нам надо знать, Он уже сказал. Я повторю это еще раз, вот к этой части. Все, что нам надо, Он уже сделал. Все, что нам надо знать, Он уже сказал. К большому стыду, по-другому я не скажу, к большому стыду, мы распыляемся. Мы тратим время на вещи, которые несущественны. Сколько, к примеру, это всего лишь одна часть. Сколько, к примеру, написано книг о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа? Если вы спрашиваете у этого проповедника, верит ли он в то, что Христос придет, вне всякого сомнения. Я верю в то, что Он пришел, я верю в то, что Он совершил свою миссию, я верю в то, что Он пролил кровь, я верю в то, что Он властно подверг дьяволу позору, я верю в то, что Он восторжествовал над Ним самим собою, я верю в то, что Он сказал, я возвращусь. Но Он не сказал нам, когда Он это сделает. Если бы это было важно, Он бы сказал. Если бы нам надо было знать, когда Он придет, Он бы сказал нам об этом. Он не удерживает информации при себе. Он не держит нас во мраке. Он не для того, чтобы мы ходили ощупью. Если бы это было важно, если бы это было важно для нас знать, когда Он придет, Он бы сказал нам. Поэтому мое сегодня обращение будет сводиться к тому, чтобы мы не распылялись на вещи, которые не важны. чтобы мы сфокусировались на том, что важно для Него. И когда мы сделаем вещи, которые важны для Него, важными для себя, я гарантирую вам, мы обличемся в полноту того, за что Он проплатил своей драгоценной кровью. А мы продолжаем писать книги. А когда Он придет? Он придет тогда и тогда. Назначаем... Несколько лет тому назад здесь был человек, который вообще осмелился. И это не впервые. Назвать дату. Мне кажется, это в мае месяце было. Развесил плакаты по всему, по всей стране. Он заплатил за это большие деньги, но у него они были, похоже. И все общество было настроено, даже, наверное, устрашено приближением этой даты. Дата пришла и ушла. Если вы хотите уподобиться Ему, попробуйте. Я гарантирую, у вас ничего не получится тоже. Знаете почему? Потому что когда Он придет, это не важно. Важно, что Он придет. А что еще важнее, важно, чтобы то, что главное для Него, мы сделали главным для себя. То, что приоритетно для Него, мы сделали приоритетным для себя. Я буду просить вас, церковь, я буду просить тех, которые присоединяются к нам в своих домах, чтобы мы не распылялись на вещи, которые не несут в себе абсолютно никакой актуальности. Придет ли Он? Вне всякого сомнения Он придет. Сдержит ли Он свое слово? Вне всякого сомнения Он держит свое слово. Но ни для меня, ни для вас, ни для тех, которые в своих домах не столь важно, когда это произойдет. Важно, чтобы мы были готовы во всякое время, потому что Он обязательно исполнит свое слово. Поэтому моя задача сегодня будет сводиться к тому, чтобы обратить свой взгляд, ваш взгляд, наш взгляд на вещи, которые важны для Него. Чтобы то, что важно для Него, стало важным для нас. Вы здесь или нет? Так вот, перейдем в книгу Левит. Книга Левит, 26 глава. Что же важно для Бога? Через ветхозаветные заявления Бога постараемся увидеть, что важно для Него. И какая будет новозаветнее применение этому. 26, 11. Вы здесь или нет? И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом. И вы будете моим народом. И поставлю... В английском переводе используется слово tabernacle. Поставлю скинию. Поставлю место моего обитания. Поставлю место, которое является отображением моего присутствия. Поставлю среди вас. Святилище не будет где-то на стороне. Святилище не будет где-то за станом. Святилище, которое представляет мое присутствие, будет среди вас. Скажи, среди. Мне кажется, наверное, более точным было бы желание Бога, выражено в следующих словах. Я поставлю святилище. Я поставлю скинию. Прямо в центре. Она не будет на обочине. Она не будет свидетельствовать или напоминать людям о том, что как бы она мешает. Наоборот, святилище мое, скиния моя, будет в центре всего. Я ее поставлю так, что она будет видима с любого места. Я ее поставлю так, что она будет доступна для каждого человека. Слава, которая будет в ней и над ней, будет осязаема каждым человеком, где бы ни находилась его палатка, где бы ни располагалась его семья, святилище будет видимым, потому что святилище будет в центре. Почему Бог говорит об этом? Потому что Богу важно быть в центре своего народа. Ему важно быть среди своих детей. И если нам важно то, что важно для Бога, повторюсь еще раз, мы облекаемся в полноту всего, за что Он заплатил цену Своей крови. Богу важно, чтобы Он был в центре своего народа. Народу должно быть важно, чтобы Бог был среди него. А что особенного в скинии? Особенность в том, что скиния состояла из нескольких вещей, нескольких компонентов. Если смотреть на скинию с высоты птичьего полета, то более всего бросается в глаза внешний двор. Очень содержательная территория. Очень украшенная территория, огражденная территория. И в центре внешнего двора было само святилище. И в центре святилища было святое святых. И в центре святого святых был ковчег Откровения. И над ковчегом Откровения русская Библия использует слово, которое мне не сильно нравится. Русская Библия использует слово «крышка». Ну, здесь есть какой-то подтекст. Если мы не обратим внимание на крышку, то нам будет... Я этого не сказал. Потому еще раз. Бог говорит в книге «Левит» «Я буду среди вас». Скажи громко «среди». Это его желание не на обочине, не за дверью. Он хочет быть в центре. Если это является нашим желанием поставить Бога в центр всего, мы начнем наслаждаться благословениями того, за что он заплатил ценой своей крови. В центре была скиния. В центре скинии было святое святых. В центре святого святых был ковчег. В ковчеге были некоторые вещи. Но внимание на этом собрании сосредоточено на крышке. Английский перевод использует фразу «mercy seat». Не просто крышка. Обникается крышкой как-то грубовато. Он говорит «Я буду среди вас. Среди вас будет мое святилище. В святилище будет святое святых. Во святом святых будет ковчег. И на ковчеге будет престол милости. Потому что я разговариваю с вами, если я в центре, не с позиции силы, хотя я мог бы. Я все могу. Но я разговариваю со своим народом, который поместил меня среди себя с позиции милости. Вот мой язык. Вот мое сердце. Вот мое внимание. Вот динамика взаимоотношений с моим народом, который поставил меня в центре всего, во главе всего. «Я разговариваю с ним». Нет, не с позиции силы. Я разговариваю с этим народом с позиции милости. «И каков он, таковы и его». Мне кажется, само расположение святилища, вещи, которые находились в нем, свидетельствуют нам о том, что важно для Бога. И если мы сделаем важным это для нас, мы сможем наслаждаться тем, за что Он уплатил цену Своей драгоценной крови. Скажи милость. Скажи громче милость. Я услышал эту мысль от одного проповедника. И не с тем, чтобы повторяться, но мне показалось это очень даже захватывающим и интересным. Книга пророка Михея. Я обещал, что мы сегодня посмотрим в ряд мест священного Писания. Книга пророка Михея, 6 глава. 6 стих. «С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжением, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками Илея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плоть чрева моего за грех души моей? О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом Своим». Посмотрите на меня. Еще в седую древность Бог выражает себя через пророка, выражает свой характер, выражает свои ценности. Он говорит, человек, вот что от тебя ожидается, вот что от тебя требуется. Номер один – действуй справедливо. Номер два – любить дела милосердия. Номер три – смиренно-мудренно ходи перед своим Богом. Я спрашиваю, что в центре? Действуй справедливо. Смиренно-мудренно ходи перед твоим Богом. Но в центре всего – люби дела милосердия, потому что милость – это мой язык. Милость должен стать твоим языком, моим языком, нашим языком. Смотрите, что Христос говорит в этом отношении. Евангелие Матфея, 23 глава. Я, кстати, на первом собрании этого текста не читал. Это очень внимательный человек из моей аудитории в 10 часов подошел мне и говорит, «Пастор, посмотри на этот стих». И я ему пообещал, что я его обязательно использую на втором собрании. Поэтому если во втором собрании есть настолько же внимательные слушатели, как на первом, кто-то должен мне предложить еще какой-то стих в Писании, который я смогу употребить опять на следующем собрании в 10 часов уже в следующие выходные. 23 стих, 23 Матфея. Легко запомнить. 23, 23. «Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе. горе вам, потому что вы научились, как по шаблону, чтить меня своими десятинами. Вы даже додумались десятину с тмина и каких-то там произрастений, изобрели, каких только нету сегодня. Но все сводится к одному. Вот что важнейшее. Вы оставили важнейшее. Вы оставили то, что важно для меня. Вы пренебрегли тем, что важно для меня. И к чему мы возвращаемся опять и опять? Когда вещи, важные для Бога, становятся важными для нас, мы наслаждаемся полнотой того, что Он заплатил, за что Он заплатил ценой своей крови. Поэтому еще раз, Матфея 23, 23. «Вы даете десятину, вам за это горе, вы оставили важнейшее в законе. А что вы оставили? Вы оставили суд, вы оставили милость, вы оставили веру. Это надлежало делать и того не оставлять». Еще раз. Давайте найдем общий знаменатель. Михея 6 глава. «Человек сказан о тебе, что добро и какие ожидания у Бога от тебя. Действуй справедливо. Смиренно, мудренно ходи перед твоим Богом, но в центре всего. Люби дела, милосердие, потому что милость – это язык Бога. Он мог бы со своего престола, Он мог бы со своего трона разговаривать со своими людьми с позиции силы, но Он избрал разговаривать с нами с позиции милости. Даже еще через пророков Он неоднократно говорил, «Я милости хочу, а не жертвы. Не пытайтесь упоить Меня своими жертвоприношениями, своими десятинами». Другой раз Он говорит через пророка Исаию в первой главе, «Это все отвратительно для Меня. Действуй справедливо. Смиренно, мудренно ходи перед Богом твоим. Люби дела, милосердие». Христос обращается к Своим современникам, говорит, «Вы фокусируетесь не на том, что надо. Вы оставили важнейшее. А что же важнейшее в законе? Суд, вера, милость посредине. Суд, вера, но в центре всего милость. Скажи со мной, суд, вера, милость. Закричи громче, милость. Как Он, так и мы в этом мире. Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд. Мы призваны опять и опять, потому что это важно для Него. Это должно стать важным для нас. Еще готовы к одному месту Писания? Матфея, 5 глава. Христос открывает Свою Нагорную проповедь. Вступительное слово к Нагорной проповеди. Первая часть, или как угодно ее назовите. «Увидев народом, зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за меня». Честно. Честно. Кто-нибудь считал, сколько их там? У меня уже есть что-то для следующего собрания. Их девять. Их девять. Что в центре девяти? Пять. И если мы читаем пятое блаженство из того списка, которое Христос предлагает, как вы думаете, оно звучит? Мы находим его в седьмом стихе. «Блаженны, милостивые, ибо они помилованы будут». Человек, действуй справедливо, смиренно-мудренно ходи перед Богом твоим, люби дела, милосердие. Вы оставили важнейшее в законе, вы оставили суд, вы оставили веру в центре всего. Милос. Обращаясь к своей аудитории там, на этой горе, сегодня обращаясь к нам, Он говорит, «Да, есть блаженство в том, когда вы нищие духом, есть блаженство в том, когда вы плачете, есть блаженство в том, когда вы кроткие, есть блаженство в том, когда вы жаждете правды, есть блаженство в чистоте сердца, есть блаженство в миротворении, есть блаженство в изгнании за правду. Есть блаженство, когда гонят вас. Есть блаженство, когда вас будут поносить, но в центре всего. Милость. Блаженны милостивые, потому что они помилованы. Вот, друзья, если он уделяет столько внимания милости, если он ставит это во главу угла, неужели нам сегодня, его последователям, не стоит обратить на это внимание? Я обещал, что мы сегодня будем читать Священное Писание, и много. Но мне кажется, это последний текст. Луки, 12 глава. Вы получаете что-то сегодня? Луки, 12 глава. Не бойся, малое стадо. 32 стих. Ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше, давайте милостыню. «Приготовляйте себе влагалища неветшающее, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается, и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Достаточно радикальное заявление. Он говорит, не бойтесь. Отец ваш благоволил дать вам царство. И дорога к этому царству, как вы думаете, через что она пролегает? Это было радикально в ушах его современников, это радикально сегодня и в наших ушах. «Продавайте имение и творите милостыню. Действуй справедливо. Смиренно, мудренно ходи перед Богом твоим. Оказывай милость». Есть блаженство в милости, потому что оказывающие милость будут помилованы. Есть блаженство в милости, потому что это важнейшее из всего, что Он сказал. «Осator и филансы»